Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие наши зрители! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нам в эти минуты и смотрит нашу программу на канале Россия 1. Друзья мои, настоятельно советую вам оставить все дела и внимательно послушать то, о чем мы сегодня будем говорить в нашей программе. А говорить мы будем на очень важную, серьезную тему – телефонные мошенники. О том, как обезопасить себя, как не попасться на их уловки, расскажем сразу после прогноза погоды. Днем плюс 13, плюс 18, и местами плюс 3, плюс 8 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Хочу рассказать вам такую историю. Недавно моей коллеге пришла смска от нашей же сотрудницы. Она просила перечислить ей на карту 6 тысяч, якобы не хватает дочки на образование. А и обещала утром прийти и отдать эти 6 тысяч наличными. Моя коллега собралась переводить и только в последний момент все-таки решила позвонить ей по телефону. Позвонила и узнала, что никакое смс-сообщение она не присылала и денег у нее не просила. Согласно статистике, 83% россиян попадаются на уловки кибермошенников. Попадаются абсолютно все. Студенты, пенсионеры, врачи, учителя и даже сотрудники банков. Как противостоять телефонным мошенникам? Что нужно знать, чтобы не попасться на их уловки? На эту тему в студии ГТРК Карачаево-Черкесии прошла пресс-конференция с участием управляющего Банком России по Карачаево-Черкесии Дмитрием Мещеряковым и начальником отдела уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии Эмиром Балатовым. Вопрос к вам, Дмитрий Владимирович. Согласно статистике МВД, в этом году атаки на клиентов банков со стороны мошенников выросли втрое. И вот такой вопрос к вам. Мы часто слышим в СМИ и в соцсетях, читаем о мошеннических звонках именно от имени сотрудников Банка России. Скажите, на самом деле могут ли сотрудники банка звонить своим клиентам? Хочу абсолютно однозначно сказать, что Банк России не обслуживает физических лиц как клиентов. С одной стороны. Соответственно, он не занимается обзвоном физических лиц. Более того, сотрудники Банка России, естественно, не пересылают какие-либо документы кому-либо. Поэтому, если на том конце провода вам кто-то представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, либо Банка России, это, собственно, одна и та же организация, то я предлагаю сразу положить трубку. Если у вас возникают какие-то сомнения, то целесообразно связаться со своей кредитной организацией по номеру телефона, который, как вы знаете, либо на оборотной стороне банковской карты обозначен, либо на официальном сайте кредитной организации. Скажите, вот как человеку понять, что ему звонит мошенник, если на том конце провода вас называют по имени, отчеству, и могут даже назвать номер карты вашей? Человек, естественно, подумает, что ему звонит сотрудник банка. Понятно, что мошенники достаточно активно используют не только психоэмоциональные методы воздействия на свою потенциальную жертву, на гражданина, но и технические средства, либо программные комплексы, которые по факту позволяют осуществлять подмену телефонного номера. Естественно, когда ты видишь звонок из кредитной организации, в которой у тебя открыт счет, ты уже с определенным доверием относишься к началу, собственно, разговора телефонного, но здесь тоже нужно быть максимально внимательным. Зачастую мошенники, вы правильно сказали, располагают какой-то информацией личного свойства, например, фамилиями отчества, номер телефона, даже, может быть, номер банковского счета или карты. Здесь, мне кажется, нужно быть максимально аккуратным и самим гражданам. Почему? Потому что зачастую, даже я у своих знакомых вижу в социальных сетях, человек хочет похвастаться своим статусом, читать фотографию премиальной карты кредитной известного банка, там полностью читается номер этой карты. Более того, ряд граждан пересылают фотографии своих паспортов через мессенджеры. Да, может быть, и получатель не имеет какого-то злого умысла, но, согласитесь, может возникнуть ситуация, когда телефон просто будет утерян или украден, и эта информация станет доступна третьим лицам. Поэтому я призываю всех максимально аккуратно относиться к персональным данным и к тому цифровому следу, который мы оставляем в социальных сетях и в интернете в целом. А скажите, по-прежнему популярным становится такой обман вот телефоном мошенничества? Мы знаем такие вот яркие примеры в средствах массовой информации, МВД тоже приводила пример, когда пожилой женщине, ну, маме звонят и говорят, ваш сын попал в больницу, требуется средство, и люди вот, недолго думая, сразу перечисляют. Сохраняется такой способ мошенничества? Вот у нас, да, было недавно несколько совершенно таких преступлений, мы их раскрыли. Здесь, в данном случае, звонки поступали пенсионерам, причем поступали звонки с таким уклоном, что не ваш сын попал в ДТП, а там, допустим, девушка на том конце провода говорит, мама, я попала в ДТП. Поэтому пенсионер как-то попадал в стрессовую ситуацию, звонок перехватывался там другим каким-то человеком, который уже представлялся сотрудником правоохранительных органов, и говорил там, вот там решение того или иного вопроса, и больницу нужны денежные средства, сейчас у вас подъедут, заберут. Люди, которые подъезжали за денежными средствами, были нанятыми курьерами, нанятыми мошенниками-курьерами, они приходили, просто забирали деньги и уходили. Хотелось бы предупредить население, чтобы они были бдительными. Если даже вам поступил такой звонок, созвоните со своими родственниками, переговорите. Я думаю, что все обойдется. На мой взгляд, чтобы каким-то образом минимизировать вот такое воздействие на людей старшей возрастной группы, здесь должны, конечно, поучаствовать и члены семьи, более младшие, рассказать своим старшим, каким образом необходимо себя вести в той или иной ситуации. Понятно, что на уровне законодателей, да и, собственно, кредитные организации, сейчас предлагают определенные механизмы, которые позволяют ограничить возможность, например, установить какие-то лимиты на расходе денежных средств в течение дня, недели или месяца, а также на размер одной транзакции, платежа, который осуществляется из личного кабинета. Поэтому, если есть такие возможности, можно ими воспользоваться для того, чтобы оградить лиц старшего возраста, да не только их, собственно, и самих себя. Плюс есть варианты, когда можно ограничить возможность получения онлайн-кредитов. Тоже, казалось бы, для чего это делается? С одной стороны, мы ограничиваем возможность получения онлайн-кредитов, но при этом есть возможность дистанционно это ограничение снять. Казалось бы, в чем логика? А логика в том, чтобы был определенный временной лаг или разрыв между моментом выхода на жертву, то есть когда мошенники человека привели уже в определенное психоэмоциональное состояние, когда он, собственно, готов сделать все, о чем его просят, и тем моментом, когда такая техническая возможность возникнет. Может быть, в течение этого времени человек одумается, начнет все-таки размышлять, либо с кем-то посоветуется, что по факту не позволит ему осуществить существенную ошибку, которая в конечном счете может привести к тому, что средства, собственно, будут выведены со счета. Хотелось бы добавить, в данном случае, допустим, если мошенники воспользовались вашим личным кабинетом и оформили на вас кредит, то вам отвечать за этот кредит. То есть даже если у вас будет уголовное дело, то до момента, пока мы не установим лица, совершивших преступление, не дойдем до возмещения ущерба, человек будет оплачивать этот кредит. Я бы рекомендовал людям периодически запрашивать информацию в бюро кредитных историй. Раз в полгода можно этот запрос оформлять абсолютно бесплатно и получать соответствующую информацию о том, фактически получали ли вы кредиты, либо кто-то на вас получал ли кредит или нет, с тем, чтобы можно было, соответственно, прореагировать и понимать вообще, в каком состоянии вы находитесь. Вот очень распространенные, допустим, микрофинансовые организации, это вот это быстрые займы. У нас неоднократно были зарегистрированы такие случаи, когда лиц без их ведома оформляли микрозаймы. Это было в случае утечки их, допустим, паспортных данных, ксерокопии паспорта или еще что-то. Специальными графическими редакторами редактировались фотографии, получали займы, мошенники. Так что со своими персональными данными быть максимально осторожными и аккуратными. Я знаю, что вы работаете очень часто без выходных, и это действительно факт, дорогие наши зрители, чтобы помочь нашим жителям вернуть похищенные деньги, наказать мошенников. И у меня к вам такой вопрос, Дмитрий Владимирович, и к вам, и к вам, и Мир. Какие меры предпринимает Банк России и МВД, чтобы уберечь жителей нашей страны от кибермошенников? Понятно, что и Министерство внутренних дел, и Центральный банк, мы работаем прежде всего в том правовом поле, который формирует законодатель. Естественно, выполняя требования тех законов, которые на территории Российской Федерации действуют. Совсем недавно президент Российской Федерации подписал закон об организации информационного взаимодействия между Банком России и Министерством внутренних дел. Документ фактически создает условия для организации оперативного обмена информацией между банковским сообществом и представителями Министерства внутренних дел. Он вступит в законную силу в октябре следующего года. И, на мой взгляд, я уверен, что он позволит значительно сократить время, связанное с пробегом, в том числе отчасти почтовым пробегом, отработкой тех запросов, которые готовят представители Министерства внутренних дел в кредитные организации для того, чтобы разобраться в том или ином деле. Понятно, что без информации, которую кредитная организация представит подразделению МВД, собственно, не будет фактуры для проведения тех или иных следственных либо оперативных действий. По факту подразделения МВД будут подключены к автоматизированной системе «Финцерт» Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия граждан. Они практически, коллеги из МВД, смогут буквально в оперативном, чуть ли не в онлайн формате, получать информацию о таких операциях. МВД, в свою очередь, будет передавать в «Финцерт» сведения о совершенных противоправных действиях. При этом участниками этой системы, естественно, являются и кредитные организации, и они со своей стороны, уже видя эти данные, располагая ими, смогут внести существенные изменения в те бизнес-процессы, которые позволят кредитным организациям минимизировать возможность реализации тех мошеннических схем, которые, как мы с вами видим, постоянно видоизменяются. Более того, законодатель внес достаточно серьезные изменения в 2021 году. Эти изменения были внесены в федеральный закон о связи, и они фактически изменения эти обязывают представителей сотовых операторов осуществлять блокировку подменных номеров. И, соответственно, огромное количество номеров уже сейчас было заблокировано. Почему? Поэтому мы видим в том числе и некоторый переход на мессенджеры. Это один момент. Другой момент, это вот то, о чем говорил Эмир, это мошеннические сайты. Часть информации распространяется именно через них, оттуда осуществляется вывод персональных данных. И поэтому относительно недавно блокировка таковых сайтов могла занимать целые месяцы. Сейчас внесены изменения в соответствующее федеральное законодательство, и Банк России может обращаться в прокуратуру для того, чтобы блокировка этих мошеннических сайтов осуществлялась максимально быстро, уходит буквально пару дней для того, чтобы сайт, который действительно ведет такую противоправную деятельность, блокировался. Основная наша была проблема в том, что у нас не было организовано, допустим, такое электронное взаимодействие. Вот сейчас, благодаря взаимодействию, мы организовали уже электронный документ оборот. Все это намного сократило наше и время раскрытия, и способы раскрытия преступлений. Проблема, знаете, в чем? Большинство преступлений, точнее, большинство лиц, которые совершают преступления данной категории, они находятся не в нашем субъекте и не в ближайших субъектах. Они находятся, я не знаю, могут там в Новосибирске сидеть за компьютером и так далее. И у нас центральных офисов нет, все запросы обрабатываются конкретно в каком-то регионе каждого банка. Насколько я понимаю, так было? Сейчас это все уже скомпоновано, идет электронный документ оборот. Это нам очень хорошо упростило задачу и время раскрытия преступлений. Завершая нашу встречу, я бы хотела подвести своеобразную черту. Дмитрий Владимирович Эмир, что бы Вы посоветовали все-таки нашим жителям, какие-то правила, может быть, такие вот нехитрые, чтобы они не попались в лапы телефонных машинников и смогли сохранить свои следствия? Это тривиальные советы, что не сообщать данные своей банковской карты никому. Не пересылать фотографии лицевой оборотной части карты через мессенджеры. Не сообщать информацию, которую Вы получаете либо в пуш-уведомлениях, либо в смс-сообщениях, которые поступают от кредитной организации. Не вводить свои данные банковской карты на непроверенных сайтах. Если человек занимается шопингом в интернете, лучше использовать проверенные торговые площадки, либо использовать приложения. Официальные приложения этих интернет-магазинов, вероятность мошеннических действий здесь существенно снижается. Есть еще один момент. Не нужно перезванивать по тем номерам, которые Вам поступают под видом звонков от кредитных организаций, либо смс-сообщений с неизвестных номеров. Не нужно переходить по тем ссылкам, которые в этих сообщениях содержатся, потому что с высокой долей вероятности они Вас могут привести, опять же, на мошеннический сайт. Тут есть еще один момент, связанный с кибер-угрозами. Там может либо троянская программа, либо какой-то вирус, который тоже, если должным образом не защищено Ваше оборудование, Ваш гаджет, нанести определенный вред и в том числе похищать Ваши персональные данные. Тайны личной жизни, переписки и так далее. То есть что касается фишинговых сайтов, мы их так обычно называем, это вот сайты подмены, имеется в виду, это к вопросу о том, когда люди приходят к нам с заявлением и говорят, откуда они знают наши персональные данные. Вы же сами их вводили, допустим, месяц назад покупку совершали. Надо понимать, что эти сайты тоже взламываются, оттуда тоже похищаются эти данные, выкладываются в сеть, продаются на теневом интернете. Поэтому это все попадает в руки злоумышленников, которые в дальнейшем это все используют. Очень важный момент, который, на мой взгляд, тоже каким-то образом должен граждан остановить в принятии скоропалительных решений. С чем он связан? С тем, что по факту, если банк видит какую-то нетипичную операцию, которую вы совершаете, у банка по факту в отношении каждого клиента сформирован определенный профиль. Но если я, например, не осуществляю покупки в интернет-магазине на сумму 100 тысяч рублей, то я их не осуществляю. И эта операция банковской системой, информационной банковской системой в той или иной кредитной организации, она, естественно, будет считаться нетипичной операцией. У меня у самого был конкретный пример, когда я осуществлял покупку в интернет-магазине, и мою операцию заблокировал сам банк. Мне пришло сообщение, что ваша операция приостановлена, с вами свяжется представитель кредитной организации. Абсолютно реальная ситуация. И информационно-аналитические банковские системы могут это делать, и блокировка абсолютно законно осуществляется. Кредитная организация, видя сомнительную активность, либо нетипичные операции, по определенным машинным алгоритмам, они их выясняют, вычисляют эти операции. И банк может приостановить на 48 часов проведение того или иного платежа. Согласитесь, двое суток – это вполне адекватное время для того, чтобы человек оценил какие-то вероятности и сделал для себя правильные выводы. Естественно, в течение этого времени человек должен связаться с кредитной организацией и проинформировать, совершал ли он этот платеж, либо не совершал его. Если человек не выйдет на связь с кредитной организацией, то платеж будет осуществлен. Но согласитесь, это тоже действует механизм. Плюс тот механизм, который я, собственно, сам использую, и другим советую, не поленитесь, заведите отдельную банковскую карту для того, чтобы пользоваться ее при расчетах в интернете. Или ту карту, с которой вы будете переводы осуществлять через S-болы, непосредственно из личных кабинетов. И периодически заводите туда относительно небольшую сумму, либо под конкретную покупку. По крайней мере, уровень потери, которая возможна в этом случае, будет существенно ниже, если вы, например, используете таких целей зарплатную карту. Если человек не хочет нести дополнительные затраты, можно, в принципе, деньги держать на счете до востребования в кредитной организации и оперативно переброску делать на ту карту, с которой вы по факту будете осуществлять расчеты. Очень простой способ, но, по-моему, очень действенный. По факту потери в данном случае может быть существенно уменьшены. И как бы там злоумышленники не старались, если на счете 10 рублей, ну да, возможно, вы их и потеряете. Но это не будет абсолютно фатально для вашего бюджета. А карту в этом случае можно легко перевыпустить, опять же, пользуясь теми дистанционными сервисами, которые представляют кредитные организации. Я благодарю вас, Дмитрий Владимирович, Эмир, за очень подробные, интересные ответы. Я думаю, что если наши зрители слушали внимательно нашу программу, они поняли, как можно себя уберечь от телефонных мошенников, чтобы сберечь свои сбережения. И еще раз благодарю вас и надеюсь, что это не последняя наша встреча. Предлагаю встречаться чаще, говорить на эту тему, потому что действительно тема очень важная и нужная. Ну что ж, друзья мои, давайте подведем итоги того, что мы с вами только что услышали. Никогда, никому не сообщать своих пин-кодов. Если вас смущает что-то, положите трубку. Если вас просят перевезти деньги, якобы ваш друг или родственник попал в аварию и срочно нужны деньги на операцию, пожалуйста, положите трубку и перезвоните своим родственникам. И еще хочу дать вам такой совет. Мой один знакомый поступает так. Когда ему звонят телефонные мошенники, он всегда говорит одно и то же. Хорошо, я отвечу на ваши вопросы, только вы мне скажите, Крым чей? После этого пауза, потом нецензурная брань и мошенники кладут трубку. На этом все заканчивается. Срабатывает безотказно. И так запомните, это очень просто. Спрашиваем, Крым чей? Если это телефонные мошенники, они тут же положат трубку. Так что, дорогие зрители, пожалуйста, запомните, будьте внимательны и бдительны. Только за прошедший год мошенники похитили со счетов россиян 200 миллиардов рублей. Так что, если вы не хотите попасться на уловки телефонных мошенников, помните, о чем мы сегодня говорили. Я прощаюсь с вами. Хороших выходных. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова